Мур, привет друг, это Зверько. Я стартапер. Я стараюсь сделать свои видео не только познавательными, но и позитивными, лишь с одной целью, чтобы моего зрителя осталось хорошее настроение после просмотра. Но что-то пошло не так. Итак, разрабы ввели Натана и убрали через два дня на неделю. Казалось бы, должны были переработать в лучшую сторону, но хрен там. Смотрим навыки. Первое, чего я бомбанул мгновенно, это автоатака. Натан кидает какой-то осветящийся шар, который возвращается потом обратно. И да, он наносит двойной урон. Если цель ФК, то можно попасть по ней дважды. А вот если цель движется, хрен попадешь. Потому что этот бесполезный шар летит очень медленно. Предметы на скорострельность не ускоряют его полет. Даже босоногий бот способен уклоняться от автоатаки этого убожества. Ведь толку двойной атаки бумерангам, если скорость полета крайне мала, закрепили, что скорость атаки не влияет. Пассивка. Попадение навыками по героям увеличивают скорость атаки. А? Как вам? А? Здорово! Первый навык. Квинтэссенция лени и тупости. Это просто пробивающий насквозь выстрел. Клево! Новый геймэкспириенс дает этот навык каждому игроку в нашей игре. Второй навык. Это опять пробивающий снаряд, но который немного притягивает врагов. А потом оставляет лужу, которая немного стягивает жертв. И самое шикарное. Ульта. Навык вспышка. Полезнее этого божества раза в три. Итак. Натаном. Натаном. Натаном ставится червоточина, из которой вылазит кривой клон. Алиса за зеркалье, блин. Клон повторяет действия в зеркальном порядке. И вы когда-нибудь пробовали написать текст, глядя в зеркало? Ну попробуйте. Или поиграйте Натаном. Экспириенс одинаковый. Если во время действия ульты нажать ульту еще раз, Натана чуток притянет к червоточине. Так можно перескочить к препятствию. Вот и все. Юзелес. Чуть больше, чем полностью. Играть на нем прямо физически больно. Он не выполняет роль дамаг-дилера. Стрелка. У той же Беатрис можно прицелиться и все-таки попасть с противника. Натан лишен пока что этой возможности. Да, я понимаю, это сырой персонаж, его будут дорабатывать. Но это что за поделка? Нафига такого сырого героя вываливать на тестовый? Типа, а, и так сожрут, а не сожрут, приправим перцем. Нахрена так делать? Ничего не понимает. Что в итоге? Героя по-любому будут допиливать, ребят. И раз уж разгоняем за негатив. Мне реально обидно за игроков Крыма и отдельно за Трактора. Как будет какая-нибудь гарантированная более-менее информация об обходе блокировки и удалении аккаунта, сразу дам знать. А пока VPN в помощи подмены расположения. Вдруг сканает. Ну и как говорит BadComedian, всего плохого. Субтитры сделал DimaTorzok